Дорогие наши телезрители, сегодня в передаче мы поговорим о дирижерском искусстве. И вы увидите наш разговор с замечательным дирижером, народным артистом России, известным очень музыкантом Феликсом Коробовым. Но дело в том, что мы узнали совершенно случайно, что сейчас в Ирване находится знаменитый итальянский маэстро, итальянский дирижер. Правда, многие сейчас знают, что славянский, но мы все будем думать, что он итальянский, да? Европейский. Европейский. Дирижер Джанука Марчан. Конечно, мы не могли упустить такую возможность, чтобы поговорить со знаменитыми европейскими дирижером о той же самой проблеме, собственно говоря, о проблематике дирижерского искусства сейчас в условиях пандемии, в условиях коронавируса. Мы сейчас направляемся на репетицию маэстро, она довольно как раз закончится, и мы тихонечко зайдем и в перерыве спросим маэстро о некоторых важных вопросах. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я играю на YouTube, играю на Zoom и делаю все это. Но я могу делать то, что обычно проводят. Я поговорю много. Я поговорю много с многими людьми. И в конце, в любом случае, проводят, что проводят? Он делает только это. Это оркестры, которые играют. Поэтому, когда они приходят видеть проводят, они приходят видеть его делать что-то. Я собираюсь найти другую ситуацию. Я проводил воздух, как я делал раньше. И потом я поставлю музыку где-то. Есть коллеги, которые делают это. Или я начну, как я говорю, говорить. Я буду говорить о блоге «ХэппиКондуктор». Вы знаете, говорить о том, что музыка может быть. И я слушаю оркестры, как я люблю, что они делают. И моя жизнь будет хорошая, в любом случае. Итак, ты оптимистичен в будущем. В каждом «ХэппиКондуктор» всегда оптимистичен. В каждом «ХэппиКондуктор», который идет перед оркестром, всегда думает, что он делает очень хорошо. Но если бы мы интервью музыкантов в оркестре, мы бы понимали, что это не правда. Итак, если это не оптимизм, то что еще есть оптимизм? Феликс, привет, дорогой. Добрый день. Мы очень рады тебя видеть в нашей передаче. Очень рады, что ты согласился. Я тоже. Я так давно вас не видел в реале, что очень соскучился. Феликс, короткая справка о тебе. Я зачитаю, а ты скажи, что так, что не так. Хотя мы так давно тебя знаем, что я надеюсь, что мы не сможем ошибиться. Феликс Коробов окончил Московскую консерваторию как вилончелист у Марии Чайковской, как квартетист у Андрея Шишлова в аспирантуре. Рад, что мы учились у одного педагога с тобой по квартету. Все вместе. И как дирижер у Василия Синайского. Дирижерскую карьеру начал в Государственном Академическом Симфоническом Оркестре России, или ГАСО, или ныне имени Светланова, знаменитый наш легендарный оркестр. Я, кстати, очень рад, что я присутствовал практически при начале твоей карьеры. Точнее, ты присутствовал при начале моей звукозаписывающей. С ума сойти! У меня его нет уже, Феликс! Это уникальный диск. Более того, раз уж мы заговорили о ГАСО и о карьере, уникальнейшая вещь. Дело в том, что это был мой первый официальный за деньги выход к пульту. И с этого началась моя профессиональная карьера, с этого диска. Это был первый диск, который записал Карен с оркестром. Абсолютно верно. И вот так как этот диск стоит у меня на полочке, во-первых, твой портрет присутствует у меня в квартире, а во-вторых, я точно знаю дату, когда мы с тобой познакомились. Это был май 2000 года. Вот. Тогда мы впервые увиделись и пожали друг другу руки. Так что я очень тщательно подготовился к нашей встрече. Вот. И мне кажется, это было чудесное начало и чудесное время. Продолжаем дальше. В 2004-2006 годах главный дирижер театра «Новая опера». И с 2004 года главный дирижер музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, собственно говоря, до сих пор, где, кроме прочего, ввел в практику симфонические концерты, в которых принимали участие такие музыканты, как Пауль Бадру Ашкода, Башкиров, Кибла Герзмава, Лиффер Куз, Гаузин, Денис Мацуев. Ну, список огромный, да? Перечислять всех не будем. Работал с выдающимися балетмейстерами, такими как Джон Ноймайер, Виноградов, Григорович. С Вамышем осуществил постановку балета Арам Ильича Хачатуряна «Спартак». Напомним, что мы находимся в доме-музее Хачатуряна в Ереване. «Спартак» был поставлен в немецкой опере на арене в Дюссельдорфе. С 2017 года регулярно сотрудничает с театром «Ла Скалла». Такие постановки, как «Онегин», «Манон», я думаю, что больше гораздо, то есть это, наверное, данные и новые уже. Много лет уже руководит камерным оркестром Московской государственной консерватории. «Народный артист России», «Вауреат премии Москвы», «Вауреат национальной театральной премии «Золотая маска». Все правильно? Вроде бы, да. Слушаешь, как будто не о себе такой послушной список. Есть такое ощущение, да, что как будто бы это не ты. Но это хорошо. А с чего мы хотим начать? Дело в том, что Максим недавно, мы когда сидели и разговаривали о музыке, с нами такое тоже бывает, он сказал, слушай, понимаешь, на самом деле получается, что самые пострадавшие в нынешней ситуации это не мы. Ну вот солисты, которые не работают там на государственном бюджете, там не на зарплате, у которых там концерты, и мы живем за счет этого. Но больше всех, говорит, пострадали дирижеры, потому что мы-то можем хотя бы в окошко YouTube выйти и что-то сыграть там в мир, что называется. А вам что делать на самом деле, Феликс? Как выживать? Понимаешь, я понимаю, что, конечно, в основном люди к дирижерам относятся хорошо, некоторые там с каким-то с хорошим, так сказать, настроением, но, наверное, редко кто к дирижерам относится с сочувствием. Но вот все-таки что делать в этой ситуации вам? Иногда еще бывает сочувствие с иронией. Так, мы сейчас на опасную тропу поступаем. Давай, аккуратно. Самое главное, что без иронии, тем более, без самой иронии очень сложно жить. Поэтому как раз в этом смысле мне было легче. Я свою профессиональную деятельность начал концертмейстером, в общем, не самых плохих оркестров Госкапеллы России под управлением Полянского госоркестра, где я сидел первым виланчелистом. Поэтому, в принципе, все, что можно сказать дирижеру, я знаю изнутри и могу в этом опередить всех, кто пожелает рассказать мне дирижерский анекдот. Не в этом дело. Вы знаете, на самом деле очень сложная ситуация вне зависимости от профессии. Мы все попали в какую-то совершенно страшную историю. Кто бы мог подумать, что в середине двадцать первого века человечество все такое из себя крутое, все такое технологичное, все такое совершенное, споткнется просто о чуму в каком-нибудь шестнадцатом или семнадцатом веке. На самом деле история страшная, потому что никто по большому счету до сих пор не понимает, а что это, как это, как это, как с этим бороться. И на самом деле тут же речь не в том, что кто больше пострадал из там, рестораторы или адвокаты, зубные врачи или музыканты, артисты или контрабасисты. Пострадали все люди, все человечество. Это такая пауза, которая требует очень большого осмысления и внутри каждого человека, и вообще, чем мы занимаемся в этом мире, что мы делаем, как мы живем и используем эту землю. Это очень важный и сложный такой момент осмысления. Понятно, что ситуация очень сложная и финансовая для многих семей, и, как ни странно, пострадал больше всего тот сектор, который называется средний класс. То есть, более-менее успешные адвокаты, качественные врачи, музыканты, те, кто напрямую зависит от своей творческой деятельности. Но вот эта пауза... Знаете, я люблю эту фразу у Петра Вайля, что мир рифмуется гораздо чаще, чем мы можем себе представить. И этим летом, в июле, мы с компанией опоздали на пересадку во Флоренции. Ну, такое в Италии случается. Даже если ты покупаешь билет на экстраскоростной поезд, он обычно опаздывает на 20 минут, и все твои пересадки дальше летят. И нам пришлось во Флоренции ждать где-то три часа. мы вышли из вокзала, он прямо напротив старого города. И вот мы сели около Санта-Мария-Новеллы, это фантастическая церковь, что никто никуда не приближал, потому что Флоренцию все знают хорошо. Сели пить кофе, к нам пришла наша чудесная совершенно приятница, художница, психолог Маша Чернова. Мы сели, о чем-то болтали, пошел какой-то мелкий дождь, и она, посмотрев из-под зонтика на Санта-Мария-Новеллы сказала, это, между прочим, вот в том окошечке во время чумы сидел Бокаччо и писал свой Декамерон. Кто бы мог подумать, что это вот так вот срифмуется буквально через полгода, потому что сейчас мы все сидим по домам, и каждый пишет свой Декамерон, каждый, наверное, занимается тем, что просматривают свою жизнь, строить планы бесполезно. Как никогда старая поговорка, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, она актуальна, как никогда. Мы не знаем даже, когда мы сможем выйти из карантина. Очень сложная ситуация у всех, и в этой ситуации, ну, дирижер, артист, ну, музыкант, адвокат. адвокат. Всем есть о чем подумать, и всем, на самом деле, есть чем заняться. Кстати, эта история с Декамероном натолкнула меня на мысль. Мы 16 марта сыграли последний, я надеюсь, только в сезоне, спектакль в театре. Это было очень характерно, это был Евгений Онигин, тот спектакль, с которого, то название, с которого наш театр начинался сто лет тому назад, сто один год тому назад. Мы сыграли Евгений Онигин, и со следующего дня, с семнадцатого числа, объявили, что мы не работаем, и всех закрыли на самоизоляцию. И вот ровно семнадцатого числа я достал старый томик Декамерона, еще папа его покупал, притом это очень интересно. издание Фрунзе, Кыргызстан, 1986 год. Это уникальнейшая вещь в Советском Союзе, потому что были государственные издательства в Москве, в Петербурге, в Новосибирске, даже в Екатеринбурге, а были издательства союзных республик. И у них было с цензурой чуть-чуть слабее, у них такое было послабление, была возможность что-то иногда издавать. Вот во Фрунзе, в Ташкенте издавались совершенно феноменальные вещи, издавалось полное собрание сочинений Джорин Мада, которое здесь стоит. Это какие-то 70-е годы, это нереально, за это можно было сесть. Издавались какие-то чудесные вещи. И вот я достал этот томик, и как Робинзон Крузо, который делал насечки топориком, чтобы знать, сколько он сидит на острове, я читаю в день по одной новелле. Вот сегодня я прочитал уже 72-ю. Знаешь, мне нравится вот это вот дирижеры, альтисты и музыканты. Я ничего не говорю случайно. Почему ты считаешь, что дирижеры и альтисты это не музыканты? Нам ли с тобой не знать ответ? Феликс, чуть-чуть тогда я не сомневался, что ты начнешь с первой минуты показывать, цитировать, доставать книги, что у нас разговор будет не просто о том, как плохо или хорошо, я в тебе не сомневался. Наверное, не только первые. Я бы хотел чуть-чуть тогда вот эту тему дирижера и его позиции вообще в мире музыкальном и в обществе чуть-чуть тогда развить. Знаешь, что меня интересует в последнее время, например, Борис Бережовский, который сейчас довольно открытый, и постоянно, и как бы сознательно делает концерты без дирижера, то есть сам дирижируя оркестром из рояля, причем это не концерты Монцарта или Гайдена, чтобы привычно раньше, а то есть это уже и Брамс, и Рахманинов, и так далее, то есть серьезные поводна. При этом, я думаю, что для тебя не секрет, что зачастую публика задается вопросом, а вот этот вот человек во фраке, который руками машет, он зачем вообще, он что делает? Этот вопрос, зачем дирижер, он не новый, как бы, да, но мне бы хотелось, чтобы ты со своей стороны сформулировал, а что это такое на самом деле, для чего нужна профессия дирижера, что дирижер может сделать такого, что не могут сделать музыканты сами? У меня есть любимая история, это были, естественно, когда-то у Евгения Александровича Моровинского не получилось репетиции, то есть вот в этой фразе сейчас молодые талантливые дирижеры не понимают ни одного слова, у Евгения Александровича Моровинского не получилось репетиции. Что такое не получится? Когда я иногда говорю, что у Светланы не получалась восьмая симфония Шестаковича, один мой молодой начинающий коллега сказал, что там не получаться? Вот здесь, кстати, половина ответа на вопрос. Так вот, когда-то у Евгения Александровича не получилась репетиция. И он после репетиции зашел в свою гримерку за кулисами в Санкт-Петербургском филармонии, достал свои папиросы и, прикуривая одну до другой, задавал всем присутствующим один и тот же вопрос. В чем задача дирижера? И все в меру своего разумения начали отвечать. Кто-то говорил, что быть приводником между автором и зрителем. Кто-то говорил, быть учителем для оркестра. Кто-то говорил, погружаться в авторский замысел. Кто-то говорил, интерпретировать себя через... Миллион вариантов он на все говорил, нет. И после очередного нет, он затушил сигарету, папиросу свою и, уже выходя из дверей, повернулся и сказал, задача дирижера создать атмосферу. Мне кажется, это самый правильный и самый такой четкий ответ того, чем занимаются дирижеры. Естественно, мы говорим о топе, о главных в своей профессии. Потому что не секрет, что любой современный оркестр хорошего уровня совершенно спокойно сыграет без дирижера. Чувство ансамбля доведено... Опять-таки, мы говорим про топ оркестров. И вообще, давайте договоримся, что мы сегодня говорим, ну как бы, по гамбургскому счету. То есть, если мы говорим, то это о каких-то выдающихся... выдающимся уровнях. Любой оркестр может сыграть без дирижера. Часто это и происходит. Но оркестр это... как это не по-детски звучит, наверное, это тоже одно из самых внятых объяснений. Оркестр это тот инструмент, на котором играет дирижер, состоящий из очень-очень многих факторов, гораздо сложнее, чем виолончель или скрипка или дом или тромбон. Это оркестр, состоящий в первую очередь из людей. Это инструмент, состоящий из творческих индивидуальностей. И вот собрать эти самые разные творческие индивидуальности, самые разные степени и уровни мастерства, самые разные психологические типы, самые разные настроения, потому что у кого-то могут быть какие-то домашние проблемы, он пришел на репетицию очень расстроенный или у него вообще мысли о другом, кто-то пришел наоборот, весь такой из себя довольный, а ничего не получается. Вот задача дирижера это все собрать вместе и сыграть на этом инструменте. как это делается? Вот это можете задавать кому угодно, сколько угодно вопросов, вам никто никогда в жизни не ответит. И не потому, что это такая уж большая тайна мальчишек и бальчиша, а просто иногда мы и сами не знаем. Ты сказал, что вы во время работы с камерным оркестром, что вы с музыкантами много очень общаетесь, что вы говорите и о театре, и о литературе, и о музыке, ну то есть, как такое близкое объединенное музыкальное сообщество. Ты человек очень образованный, мы все это давно знаем, это как в Спартаке конца 80-х было, не знаешь, что сделать с мячом Адай Гаврилова, вот так вот, когда мы учились, не знаешь чего-нибудь, спроси Корбова, он ответит. Ты появился раньше, чем интернет, и чем гугл, да? Поэтому... Значительно, более того, мы все появились значительно раньше, чем гугл, интернет, мобильные телефоны и даже пейджеры, поэтому не надо намекать на мой возраст, мы примерно из одной колоды. Но при этом большинство информации собралось у тебя почему-то, да? Скажи, пожалуйста, меня этот вопрос всегда очень интересует, я всех своих знакомых, дирижеров спрашиваю, дирижер, работающий с оркестром, который много знает, который много понимает, должен ли он с оркестром разговаривать, объяснять что-то, приводить примеры, и так, ну, то есть, вот, что называется, образовывать во время репетиции, или на самом деле можно просто показать это руками, что правильно, или тут нету правильно, неправильно? и то, и то правильно, нету жестких правил того, что происходит, понимаешь, наша профессия, конечно, профессия молчаливая, и все то, что ты хочешь добиться в звучании, от оркестра, от на концерте, это все происходит руками, то есть, ты должен уметь все это сделать непосредственно руками, потому что когда наступает время концерта, или когда наступает время спектакля, ты молчишь, и дальше хоть, хоть какой ты был оратор перед этим, тебе нужно выйти, и ручками все это собрать, максимум ты можешь сказать, ой, как нехорошо, что же ошиблась ты именно в этом месте, вот, и то, чтобы не слышали первые ряды публики, но и в репетиционном процессе очень важно иметь какие-то, уметь говорить, иметь какой-то внутренний опыт, иметь какую-то подушку для того, чтобы, на которую можно общаться, понимаете, я всегда считаю, что, конечно, это идеализм, но тем не менее, я всегда считаю, что музыкант в оркестре гораздо точнее запомнит, почему здесь какой-то сфорцандр или акцент, если он будет знать, что в этот момент на сцене закалывается персонаж, или что-то происходит, какая-то сердечная боль, и можно сколько угодно говорить, что здесь акцент, здесь акцент, здесь акцент, повторять миллион раз, и толку от этого не будет никакого. Понимаешь, мы все, я в это свято верю, и, может быть, нахожусь в каком-то заблуждении, но мы все музыканты, мы все художники. Опять-таки, мы говорим по какой-то, наверное, высшей мерке. Ни один музыкант в мире не выходит на сцену с желанием сыграть плохой концерт. ни один оркестрант в мире не выходит с желанием, что, ну, сегодня я так плохо сыграю, что вот просто это будет мой рекорд. Все стремятся выйти и показать то лучшее, что они умеют. Реально то лучшее. Музыканты в оркестре это не машинки, которыми можно манипулировать. Это не паровозики электрические, которые ты запускаешь, включаешь, выключаешь и так далее. Это личности и музыканты. Кстати, мне очень понравилось, когда-то первый кларнет Берлинской филармонии рассказывал, как они все приходят на конкурс в оркестре, когда кто-то со стороны приходит в этот оркестр играть конкурс, обычно слушает весь оркестр. И когда его спросили, ну, понятно, интересно, он говорит, нет, не интересно, не в этом дело. А дело в том, что мы хотим услышать тембр, который мы будем слышать много-много-много лет вперед. Потому что мы хотим с этим тембром жить. Мы хотим, чтобы он был одной из красок нашего оркестра. Вот это очень, очень важно. Это не мимолетное, не семиминутное. Собрать руками можно все, что угодно. Можно с одной репетиции. На самом деле, это не так сложно. Можно с одной репетиции собрать почти любую программу, но более-менее вопрос же в другом. Что ты хочешь сказать? И на самом деле, есть ли тебе что сказать? Тогда вот продолжая эту тему, ты сегодня несколько раз уже сказал про гамбургский счет, про высокий уровень. И для меня есть еще один важный момент. Вот твой выход на концерт, твой выход к оркестру, это результаты твоего образования и работы над произведением. То есть, ну, большой путь, который ты сам проходишь до выхода к пульту, собственно. Есть оркестр высокого уровня очень. Да, это музыканты, каждый со своим образованием и так далее. И когда начинается концерт, и начинается этот, собственно говоря, процесс на высоком уровне, а есть ли сейчас в мире достаточное количество публики, которые способны действительно вот это все детально оценить, то, что происходит? Это для меня важный и интересный очень вопрос. То есть вот понимание контекста, которое есть вокруг всего того, что происходит на сцене, есть ли достаточное количество публики, не просто людей, любящих музыку, а действительно понимающих то, что происходит? Как ты думаешь? Или ты об этом не должен думать? Пока Феликс еще не начал отвечать, я сейчас хочу просто сказать, что да, публики действительно много, и она недостаточно для этого подготовлена. И именно поэтому существует то, что я очень люблю, огромное количество дирижеров, которые выходят, их просто... Человеку звонят, ты можешь продерживать? Могу там на четыре. Да, все, уже на самом деле сейчас... Я не знаю, я не владею статистикой, но мне кажется, что это подавляющее большинство дирижеров, которые... Они просто могут как-то более-менее прочитать партитуру, или, скорее всего, они просто поставят какую-нибудь запись, под эту запись себе по первым скрипкам посмотрят, где чего показывать. Это, кстати, еще даже не ничего такие дирижеры, да, скажем так. То есть настолько сейчас часто это не важно, что появилась какая-то новая профессия дирижерская, быть непонятно кем, при этом ты все равно получаешь больше, чем музыканты, которые образовывали тебя. То есть, если мы говорим раньше, дирижер это тот, кто знает столько, сколько не знает весь оркестр, а вместе взятые, да, то сейчас очень часто бывает, что те дирижеры, которые выходят, они... И музыканты над ними стебутся, и это очень часто бывает. Извините. После такого высказывания эмоционального осталось только назвать поименно сейчас всех вот этих дирижеров. У тебя список готов? Значит, так как вы задали практически четыре вопроса, то отвечать придется долго, не знаю, хватит ли у вас пленки. Значит... Вот Новиков умеет перебить, да, вот. Любой тост испортит. Так хорошо начинал. Тост испортит, но выйдет. Это знаешь почему, Феликс? Потому что раньше мы же снимали на винодельне, там было вино, а сейчас мы в музее, тут все культурно. Поэтому вот он и портит тост. Но на самом деле это очень хороший тоже вопрос и высказывание то, что он сказал по поводу уровня вообще и подхода к делу. А потом, Феликс, дело в том, что Карен настаивает на том, что у нас не журналистское расследование и не вопрос-ответы, кстати, а у нас общение. И то, что я тут сижу и вы тут общаетесь непонятно без меня, я, конечно, за вас очень рад, но я тут тоже есть. И, кстати, запись скайпа у меня сейчас в компьютере идет. На самом деле, вот ровно когда Карен задавал свой вопрос, о котором уже все забыли, ты молодец, это называется окна овертона, понимаешь? Это психологические загадки. Вот. Я как раз подумал, а что это молчит Новиков? И тут вот нельзя, все мысли материализуются. Да, давайте степ-бай-степ. Могу сказать, что, к сожалению, кажущаяся легкость профессии привела к тому, что она стала казаться общедоступной, что совершенно не так. Я помню еще те времена, когда в московской консерватории дирижеры учились не пять лет, а шесть, как все. То есть не пять лет, как все, а шесть. Я помню те времена, когда дирижеры в московской консерватории изучали все предметы не с композиторами, а с теоретиками, что в разы сложнее. О чем речь? Все забывают, что это совершенно другая специальность, совершенно отдельная специальность, которая состоит для меня из трех частей. Обычно говорят, что из двух частей, но для меня из трех. О чем я говорю со своими студентами достаточно часто. Первая часть – это просто. Это мануал, это техника, это то, чтобы ты был понятен оркестр. Ты можешь дирижировать как угодно. У тебя может быть любая техника. И если посмотреть на великих дирижеров двадцатого века, они все абсолютно индивидуальны, разнообразны и не похожи друг на друга. Но ты должен быть понятен оркестру. Человек, который на тебя смотрит и ждет от тебя, английский рожок, который не играл 194 такта и можешь сыграть одну ноту. Он ждет от тебя четкого, ясного показа. Должны понимать твой темп, твои намерения, твои эмоции, которые ты должен передать через руки. Это первая часть. Вторая часть – это то, о чем мы говорили. Это атмосфера и эмоции. То, что ты передаешь от себя. И самое страшное, что первая часть без второй не работает. И второй без первой не работает. Потому что, работая в неплохих оркестрах концертмейстером, передо мной прошло очень много дирижеров. Очень много. Ты себе не представляешь сколько. И поверь, что для музыканта, для оркестранта, и вы, наверное, это знаете как никто, также тяжело смотреть на великолепного техноря, который все знает, который все показывает и все делает, но у которого нет эмоций и ты просто выполняешь техническое задание. И точно так же очень тяжело работать с замечательным музыкантом, у которого есть что сказать, у которого накоплен грамотный опыт, но который не может это элементарно показать. Это две вещи, которые абсолютно схожи. И третье, что для меня очень важно, и о чем мы тоже уже немножко говорили, тебе должно быть что сказать, чтобы ты был интересен не только себе, но и оркестру, и публике. К вопросу о публике. Как говорил Геннадий Николаевич Рождественский, в Берлине на концерте все сидят с партитурами и одновременно их листают, правда, все в разных местах. На самом деле работа публики для меня, это тоже немножко такая моя тема, о которой я, наверное, много говорю. Работа публики такая же тяжелая и ответственная работа, как работа музыканта. Мы никогда не будем сферой услуг, потому что мы приходим и отдаем свое сердце, мы отдаем свои эмоции, мы отдаем наши переживания, которые оставляют на сердце такие рубцы, что после каждого спектакля или после концерта ты выходишь и у тебя нет сил подняться. Кстати, я помню, как у нас был несколько лет назад в Большом зале консерватории премьера, этот концерт очень многие вспоминают из моих детей, была премьера, посмертная премьера искусства фуги Баха в инструментовке Большая. То есть он ее успел закончить, но премьеры не было, он ее при жизни так и не слышал. И мне посчастливилось получить эту протестую, мы играли в Большом зале консерватории. Полтора часа музыки, сложнейшей, тяжелейшей. И я помню, как мой оркестр, камерный оркестр консерватории, которым я говорил, ребята, это будет очень сложный вечер. Поверьте, физическая форма, это будет последнее, что будет вас волновать в этих полутора часах. И когда мы это все закончили и сыграли, и у ребят не было сил встать, потому что настолько все выложились, выдали. Это последняя фуга грандиозная, которая... Я помню это ощущение. Там, правда, была еще одна история. Ровно мы дошли до последней фуги. Напряжение в зале, вот такая тишина была, что сейчас лопни струна, все разорвется. Это был, кстати, один раз в моей жизни такое, что мы начали тихое начало последней фуги. Буквально сыграли четыре такта, и в зале зазвонил телефон. Где-то во втором ряду, в третьем, у какой-то бабушки, мне было ее безумно жаль, потому что я понимаю, что у нее просто была катастрофа, что от нее звонит, она не понимает, она ищет этот телефон. Но продолжать было невозможно, потому что вот там пять минут тихого вступления, и... Бесконечно. Я ушел со сцены. Я ушел со сцены. Подождали, пока все выключится. Я подождал какое-то время, минуты четыре, потому что невозможно было после такого напряжения сразу это все включиться. В зале была гробовая тишина. Я вышел, и мы снова начали эту фугу. И вот, когда все это закончилось, ребята не могли встать. Они настолько это все отдали. И аплодисментов не было, потому что публика не могла прийти в себя после вот этого баховского опуса в этой грандиозной совершенно инструментовке. И только потом звукорежиссер, который писал этот концерт, сказал, «Корлов, какой же ты все-таки? Вот у тебя мозги, конечно. Как ты это мог? Как вообще?» Я говорю, что такое? Что случилось? Он говорит, «Ну ведь только я в зале услышал, что последние фуги не вступили альты, и тут телефон». Так что все, все было, дубль был записан, все удалось, фуга прошла. Это к вопросу о нашей жизни. Ну вот есть же скрипки, вторые скрипки, биванчели, ну вот были, вот почему альты все-таки? Потому что они для этого. Вот. Так о чем я говорю? Работа публики – это такая же тяжелейшая работа. Мы не развлекалочку играем, мы общаемся от сердца к сердцу. Опять-таки, можно играть любые концерты, не задумываясь, все хорошо. Мы сейчас говорим по высшему счету. Очень сложно представить себе Дэвид Федоровича Остраха, который бы выходил просто отыграть очередной концерт. Или Виктора Викторовича Третьякова, которого отправили сыграть куда-нибудь там в Усть-Саранск, он приехал и не настраивая скрипку сыграл что-то там такое. Понимаете? Мы выходим делиться главным – эмоциями, сердцем, настроением, страстью, болью, чем угодно. И публика, которая приходит в зал – это очень тяжелая работа, она должна попытаться это воспринять. Не просто посидеть, послушать. Ты там в машине включил, сидишь и едешь на длинное расстояние. Это немножко другое. Это обмен энергией, обмен эмоциями. И на самом деле мне… Да, конечно, вот какие-то наши профессиональные тонкости, то, о чем говорил Карен, какие-то вот эти вот, когда сходятся какие-то вот моменты, которых ты добиваешься всю жизнь, и вдруг это происходит на концерте. Да, это могут оценить в зале человек пять – это если очень повезет. Которые могут это учить. Это, конечно, не в обиду никому, но мы сейчас просто говорим о тех вещах, которые надо долго объяснять, и этого никто не дослушает. Феликс, у меня у тебя такой вопрос… Ну, подожди, ну дай закончу сейчас секундочку, потом вырежешь. У тебя же есть ножницы. А, ты хочешь? Не, но мы все равно будем резать, не волнуйся. Это понятно. То есть там вот, где… Здравствуйте, я показываю диск Карена, и… Да, конечно, тупо вырежу. Вот. Но если публика приходит и просто получает удовольствие от концерта, от того, что она слышит, от того, что она… Совершенно не обязательно в этом на всем разбираться. Если ты с открытым сердцем к этому приходишь, получаешь какое-то удовольствие, и то, слава богу. Знаешь, у меня был… В Милане есть такой чудесный старинный рынок, на который я там раз в неделю езжу покупать какие-то совершенно феноменальные сыры. Это очень удачно, потому что этот рынок находится рядом с площадью… с остановкой «Вагнер» и «Пиацци Бронаротти», и на этой площади стоит тот самый дом инвалидов, в котором похоронен Верди. Тоже забавная история, очень интересная. Это дом, который он построил для ветеранов сцены для певцов театра «Ласкалы», которые уже не могли петь в силу возраста. Они там все жили на полном пансионе. Тосканини вкладывал потом в это деньги, Горовиц и так далее, и так далее, который был женат на Ваде Тосканини. И там Верди завещал себя похоронить, и там маленький дворик, и такой полугротик, и в нем, значит, могила Верди. И вот я, когда езжу за продуктами на этот «Мерката», я всегда возвращаюсь и захожу к Верди посидеть там на скамеечке. И вот как-то я поехал и столкнулся с двумя музыкантами из оркестр театра «Ласкалы», прямо на рынке. «О, Морес, вы тоже здесь, все хорошо, значит, мы чудесным образом взяли какой-то там кусочки сыра, сели, выпили вина, поговорили, и я им сказал, «Знаете, вот ваши оркестры, вы вообще такие, понимаешь, они радостные, они получающие удовольствие, они получающие удовольствие от процесса, они какие-то вот восторженные, они действительно, при том, что все замечательные музыканты – это совершенно феноменальный оркестр, оркестр солистов, где, ну, потрясающие музыканты. Ну, вот при этом при всем они такие не угромые, а именно вот радостные, вы такие радостные, и тут мне этот музыкант на полном серьезе говорит, ну, Морес, а как иначе, какими мы еще должны быть, ведь мы каждый день играем такую потрясающую музыку, мы ее вот туда наверх отправляем куда-то, а оттуда нам радость приходит. Вот такая вот философия совершенно фантастическая, действительно, мы же по большому счету с вами занимаемся любимым делом. Ну, правда, мы любим это дело, мы на это учились. Конечно, вообще кайфарики, они очень любят от всего кайфовать. Вот, поэтому вот эта радость, она возвращается, и это, мне кажется, это чудесно. Феликс, у нас в Москве очень на такое большое количество населения достаточно большие проблемы с количеством хороших залов. Это не мне тебе говорить, да? Причем мне как раз интересно сказать именно о маленьких залах. И несколько лет назад, уже, кстати, гораздо давно, то есть это, получается, сколько лет, восемь-девять назад, да? У тебя была прекрасная инициатива, у тебя были серии камерных концертов, которые устраивались в театре. Вот, расскажи мне, почему... У меня прибыл один из первых, который... Да. Расскажи мне, пожалуйста, какое хорошее дело, почему оно закончилось? Оно не совсем закончено, что-то из него еще продолжается, просто... Тут вообще очень мистическая история, на самом деле. Ну, мы все время обновляем какие-то, какие-то идеи, потому что невозможно все время эксплуатировать только вот камерный зал, и чтобы это не становилось чем-то бытовым. Одну историю скажу, она очень интересная. Идея в том, что все помнят Рафаила Бенча Давидиана, нашего квартетного гуру, которого все мы позанимались и так далее, и так далее. Он в свое время издал уникальную совершенно книжку, называется «Квартетная энциклопедия». Там про все квартеты Советского Союза и России до того момента, когда книжка издавалась, там совершенно фантастические сведения, данные от дореволюционных квартетов и так далее, и так далее. И когда там дошло до советского времени, там очень часто возникала такая история. Премьера квартета состоялась в зале имени Моцарта. А квартет выступал в зале имени Моцарта. База квартета находилась в зале имени Моцарта. Я Рафаила Бенча спросил, а где этот зал был, что это такое? Он говорит, ну, честно скажу, не помню. Он был где-то в центре, я знаю, что недалеко от консерватории, потому что Габриэлян рассказывал, как он туда в детстве бегал и слушал и все такое. Ну, и это как-то так запало в голову. Ну, ладно, поискал в интернете, ничего нет. Ну, значит, был какой-то такой зал имени Моцарта. Шли годы, я сижу у себя в кабинете в театре, мне звонит наша чудесная, совершенно заведующая театральным музеем, наш ангел-хранитель Анечка Смирина, говорит, ну, если вы можете ко мне подняться? Ну, я поднимаюсь к ней, она говорит, смотрите, что я нашла. И открывает громадную вот такую вот папку со старыми афишами. У меня просто сердце захолнуло, потому что там сверху написано «Зал имени Моцарта и адрес Большая Дмитриевка, 17». И оказалось, что этот зал находился на территории нашего театра. Что этот зал… Мы предполагаем, что это была бывшая китайская ФАЕ, в котором потом репетировал балет, при перестройке оно уже исчезло, притом задолго до основной реконструкции. Но, тем не менее, это наш адрес, это наше помещение. И там, действительно, это была квартетная Мекка. У пяти квартетов, включая квартет Страдивария, это была репетиционная база. Там были сыграны премьеры очень многих квартетов, включая первое исполнение в России квартета Равеля, например. И вообще уникальное место. И мы вот несколько лет занимались тем, что мы восстановили это название «Зал имени Моцарта». И в течение какого-то долгого времени мы играли концерты, так или иначе связанные с этими старыми афишами. Не дословно их повторяя, но делая какую-то… Там были первые концерты «Астма», там были какие-то квартетные вечера. И вот это мы всю эту историю пытались так атмосферно сделать. И, кроме того, мы с моими друзьями, с музыкантами из Оркестра Вилтоза Москвы, с Лешей Лундиным, решили сделать такую вещь. Ну, благо, что сейчас я немножко играю на виолончели, но это больше хобби, чем уже такая профессия. Ну, получаю от этого удовольствие. То есть, вообще вдвойне… Я недавно, между прочим, присутствовал на концерте, в котором принимал участие Феликс Коробов как виолончелист. Вот. И мы задумали такую историю. У нас осталось ровно два концерта до ее завершения. Надеюсь, что, когда мы выйдем из карантина, самоизоляции, как угодно можно называть, мы ее все-таки завершим. Мы решили сыграть все квартеты Моцарта. У нас до завершения цикла осталось пять квартетов. Это вообще очень серьезная такая работа. Вот. Так что жизнь в этом зале немножко под другим названием теперь она происходит. Вот. Естественно, мы сталкиваемся с одной нашей вечной проблемой. Это когда Карен меня представлял, он сказал о том, что я ввел в практику симфонические концерты, да я не мог этого не сделать в театре. Но все равно, понимаешь, это... Вот у вас было очень много передач, посвященных менеджменту. Это очень важная история. Это история публики, которая привыкла ходить адресно. То есть филармоническая публика ходит в филармонию, театральная публика ходит в театр. Притом она резко делится на входе на балетную и оперную. И те, кто ходят везде, это очень маленький процент. И просто в голове зрителя не укладывается, что на концерт можно пойти не только в филармонию или какой-то филармонический зал, но и в театр. Поэтому, чтобы провести в театре концерт, это требует очень больших дополнительных усилий на то, чтобы убедить публику, что да, здесь тоже есть концерт. Точно так же, как опера в концертном исполнении, это отдельный жанр, который не часто пересекается с балетоманы, знаю, опероманы и так далее. То есть это немножко совсем другой жанр. Поэтому, чтобы проводить концерты в театре, это нужны и действительно репертуарные человеческие манки и вообще-то серьезная работа. — Феликс, спасибо тебе огромное. Ты потрясающе, конечно, говоришь. Мы не сомневались, что разговор будет интересный, но нам надо двигаться к концу уже. — Можно еще один вопрос? — Нужно понять. — А то он меня потом вырежет все, что можно. — Нет, я все равно тебя вырежу. — Подожди. — Когда Феликс будет показывать этот диск, я сделаю изображение своего диска. — Ничего себе. — Слушай, понимаешь, дело в том, что твоих дисков у меня гораздо больше, чем дисков Карена, но почему-то на них нет у меня. — Ага. Вот, вот он наш туз в рукаве. — Я в принципе не могу объяснить, но это в другой передаче. — Это после того, как закончится прямой эфир. — Да, слушай, как раз вот то, на чем мы сейчас остановились, я вот ждал что-то такое новое, что в нашу передачу что-то новое, что появится в нашей передаче, какая-то тема, и вот она сейчас появится наконец-то. — То есть поэтому ты сидел грустил, тебе было скучно, и вот наконец появится. — Я ждал, когда ты разговоришься, да, станешь тепленьким, да. Скажи мне, пожалуйста, дорогой мой, а как сильно отличается, чем отличается вот эта публика, которая ходит в филармонии, которая ходит на оперы, на балет, и совсем мне непонятные, и самые мои любимые — это те, кто ходят на камерную музыку, да, потому что это интеллектуалы, как бы, ну я так считаю, конечно, сейчас все взорвутся. — Все эти три человека, которые ходят на камерную музыку. — Скажи мне, есть, во-первых, среди них те, которые везде ходят, что, наверное, ну есть, но, наверное, это очень мало, и камерную музыку, и филармонию, и симфоническую музыку слушать, и оперу, и балет. И чем они отличаются друг от друга все эти люди? — Ну, конечно, есть те, кто ходит везде. И это, на самом деле, очень интересная публика, которая с очень широким кругозором, которая интересуется вообще, в принципе, музыкой, и, конечно, такие люди есть, их достаточно много. Есть узкие специалисты какого-то направления. Кто-то любит только балет и не понимает оперу. Это нормально. Кто-то любит только оперу и не понимает вообще, что они там делают в балете. Это тоже нормально. Есть те, которых никто не понимает, которые ходят на камерную музыку. Вот. Нет, на самом деле я уважительно отношусь к любой публике, и вот эта история, которая у нас, была, наверное, может быть, и от футбола. В советское время вот эти вот все истории фанатов, поклонниц Лемешева, поклонниц Козловского и так далее, которые знали только вот... Публика любая хороша. Главное, чтобы она была искреннее. На самом деле не важна степень подготовки публики или степень книжных знаний, или степень какой-то навороченности в материале, знания 25 записей, и их сравнительный анализ. Они приходят все-таки знающие нотариату, и знают, как ее дирижировать, как ее делать. Кстати, вернемся сейчас к одному вопросу. Но... Публика любая важна. Более того, я знаю одну очень истину, которую я знаю очень давно еще со студенчества, и мне кажется, что это очень важно. Когда-то, когда я учился в Уральской консерватории, жил в Свердловске, у нас не было никаких ни дач, ничего, и мне нужно было готовиться ко всероссийскому конкурсу, и знакомые нашу семью пригласили. Были такие совершенно чудесные, я не знаю, живы они сейчас или нет, дачи Уральского научного центра Академии наук в Свердловске. Они были прямо в центре города. Там такой небольшой район Шарташ, озеро, заповедная зона, и вот внутри этой заповедной зоны были такие маленькие домики, которые сдавались на лето. В основном там были физики и ядерщики, то есть можно было свет не включать, все ходили, светились. Там были очень серьезные ученые, в том числе. И вот мы там, я там сидел, занимался на крыльце на Велончельке. Между домами было достаточно много, много расстояния. И в одной из дачи жила очень хорошая семья, с которой мы задружились. Тоже они такие научные работники. И вот я уже учился в консерватории, и там у старшей дочери вдруг наступило 16-летие, которой вот на дачу пришли все ее друзья, там и так далее, и так далее. И ее родители пришли ко мне и сказали, скажите, пожалуйста, мы понимаем, что, наверное, может быть это унизительно, или как-то... Вот у дочки 16 лет, мы хотим, чтобы ей запомнился этот день на всю жизнь. Вы не могли бы прийти что-нибудь сыграть на Велончеле, просто вот как мы хотим ей сделать такой подарок? Да, конечно, приду. Достал Велончель, пришел туда. А Свердловск, ну, это тогда был такой достаточно интересный город. И, ну, в одном классе могли учиться очень разные ребята, особенно вообще в образовательных школах. Вот, и там была такая разношерстная публика ее класса. И я сначала сыграл сольного баха, там, еще что-то, еще какого-то сольного баха. Все сидели, слушали ее, приятели и так далее. Ну, и потом, видя некую часть контингента, я решил поиграть на Велончеле что-то более близкое. На тот момент что-то более близкое это был статус-кво. Вот, ну, и пару песен статус-кво я сыграл на Велончельке, там все хорошо. И тут один парень такой, вот, самый на вид бандитский, он сказал, слушай, говорит, вот это не надо. Говорит, вот ты перед этим что-то там играл. Вот это вот, говорит, что-то такое. Говорит, это мы все можем, это мы там на дискотеке. Послушай, вот это вот сыграй. Это был абсолютно неподготовленный музыкальный человек, который, может быть, Велончель видел первый, может быть, последний раз в жизни. С публикой нельзя заигрывать. С публикой как с детьми. С детьми нельзя сюсюпать и нельзя пытаться говорить вот... Чем серьезнее и чем ответственнее ты говоришь с ребенком, тем ближе у тебя контакты, тем он у тебя больше поймет. Вот публика тоже самое. С публикой нужно говорить серьезно и никогда нельзя опускаться, пытаться что-то там извиниться и объяснить. Нет, только по гамбургскому счету. Вообще жить нужно только по гамбургскому счету, потому что иначе очень сложно. А на твою реплику о том, что каждый регистрант более-менее сейчас образованный стебется, извини за выражение, и говорит, что так и я могу продирижировать. Значит, у меня только в таких случаях одно желание вот так вот развернуть палочку, скажи, пожалуйста. И хотя бы начните. Но согласись, что таких дирижеров, которым такое хочется сказать, очень много. Может просто ты из-за того, что сейчас не играешь под ними, а сам дирижер, ты не знаешь об их существовании? Вот ты знаешь, когда вот с правой стороной экрана мы начинали передачу, вот там, где сидит Шагалдан, мы договорились, что мы сегодня вообще говорим по гамбургскому счету. Понимаешь? Ну, как-то я люблю читать хорошую литературу. Может быть, поэтому я пока дочитываю книжки до конца. Как говорил Оскар Уальд, у меня непритязательный вкус, мне достаточно самого лучшего, да? Скорее, браво. Ну да. Феликс, спасибо тебе огромное. А на самом деле я хотел вам перед тем, как мы попрощаемся, сказать одну чудесную историю. Дело в том, что я вчера просмотрел все ваши пять выпусков и на самом деле думал, что мы начнем нашу передачу также с горы Арарат, с подножия. Вот. И в Милане есть такая церковь. Маленькое аббатство. Называется Сан Маурица, Святой Маурица. Она находится на деревне Мировилье, что в переводе значит чудесная улица. Улица чудес. И вот когда первый раз я получил приглашение в Ласкало, свою первую квартиру я снимал как раз на Виле Мировилье и ровно напротив этого здания, напротив этого аббатства. Ну, более красивого я, наверное, в жизни не видел ничего. Там фантастические фрески. Это лучшие фрески, которые я видел в Италии. Это совершенно место, в которое ты попадаешь и кроме восхищения не вызывает ничего. И я каждое утро, выходя на работу, выходил чуть-чуть пораньше, заходил в эту церковь и сидел в ней минут 10-15 просто попасть в эту атмосферу. Совершенно феноменально. И там такие маленькие пределы и расписаны совершенно потрясающе. И вот в одном пределе три фрески. Это история Ноя, Ноево Ковчега и как бы всей этой истории. То есть, как Ной собирал зверей, потоп и большая фреска с горой Арарат, к которой они пристали и вот выходят на это самое. И то, с чего вы начали всю свою серию этих передач, когда Карен сказал, что ну вот каждый и так далее и так далее. И там действительно, там чудесная фреска. И все животные написаны очень, очень так явственно, очень хорошо. Там два быка идут, там два жирафа, две овечки. Всех попали. И снизу последними идут три собаки. Три собаки, не две, а три. Дело в том, что этот чудесный художник Бернардино Луини очень любил свою собаку. И он ее обессмертил. Он и нарисовал третий. Вот хорошая история для вашей передачи. Обязательно есть третий. Раз ты смотрел наши передачи все, значит, ты знаешь, что у нас небольшой блиц в конце есть. Ты готов? Я уже боюсь, у нас столько блицев было за эту передачу. Давиков с возмущением посмотрел в экран. У вас как понятие гамбургского счета, так и блиц, по-моему, они какие-то другие. Так, мажор или минор? Мажор. Минор вкуснее. Минор вкуснее? Да. Прекрасно. Хорошая формулировка. Музыка оркестровая или камерная? Тем более, что у тебя есть и то, и другое. Так, а то играешь в данный момент. Прекрасно. Публика идет на исполнителя или на композитора? Я вообще не понимаю, как она идет. Концерт в двух отделениях или в одном? Если это не четвертая симфония Шостаковича, то в двух. Ну ладно. Задача у нас сформулирована как концертная организация, но можно сказать, что задача артиста тоже. Это развлечение или образование? Не то, не то. Это обмен эмоциями, чувствами и это разговоры. А ты всегда получаешь ответ на то, чем ты предлагаешь обменяться от публики? А вы всегда получаете ответ на свои вопросы? Ну вот сегодня, кстати, в этой передаче я пока еще ни одного ответа не получил. Эмоциональное удовольствие или интеллектуальная музыка? Эмоциональное, конечно, но без интеллекта это скучно. Ну, согласен, конечно. Вопрос традиционный. Скрипка или альц? Виолончель. Мы, в общем, не сомневались. Спасибо тебе огромное. С тобой можно разговаривать 15 серий подряд, каждый из них по 5 часов и еще потом выйти и вернуться. И мы получили огромное удовольствие. Тебе спасибо. Все равно Новиков оставит из этого 20 минут плюс доставка. Я реже только, когда рядом сидит Шагалдзян, чтобы быть уверенным, что я что-нибудь доставлю. Счастливо, ребята, было очень приятно с вами поговорить. Спасибо. Спасибо тебе большое. Что случилось? Как? Вы не знаете? Каникулы начались! Эх ты, дядя! Эх ты, дядя! Простей.